друзья здравствуйте вот сегодня ноябрь месяц и опять цветут и природники и гибриды разные начну я наверное справа налево цветет у меня здесь джордж кинг красавец джордж кинг мне лично нравится когда цветок один потому что его размеры потрясающие но тогда ровно такой красивый смотрит в ту сторону которая нужна потому что она у него одна для цветения такая вот за что его и любят форма размер цветка аромат ну и конечно же очень необычный цвет для котлей очень редкий у меня она желтого цвета само растение потому что висела в очень светлом месте дальше дальше у меня здесь идет golf green потрясающий гибрид мне лично настолько запал в душу для меня прям он вообще красавец сейчас я на фоне руки вот конечно по видео видно что цветок большой большой бахрома потрясающая рюши рюши красавец ароматный запах запах цитрусовый лимонный по поводу что гольфа green hair пик есть они отличаются что на губе есть сиреневина здесь она у меня в этот раз есть небольшая но есть и вот на втором цветке вот здесь она более прокрашена легкий сиреневый намек на хайр пик ну не суть важно потому что цветок очень красиво очень-очень кого она будет цвести подвязывайте бутоны сразу потому что бутоны очень тяжелые могут даже надломиться я сразу подвязала они как раз распустились красиво тут я залезла в интернет мне все таки было интересно почитать для этого гибрида его родословные здесь я вот на бумажечке выписала его родословную кого здесь только нету получается у него в родителях раз два три четыре пять шесть семь природных форм если вот до самого низа проследить его родословную ну это реально очень интересно потому что все говорят что гибриды там это вот не очень круче природники но гибриды для этого и выводят чтобы получить какие-то цветы более красивые чем например природные формы ну я тоже считаю все равно природные формы тоже красивые дальше у меня здесь природник котлет три на и три на и которая идет я вот попробую бирочку заснять что это за три на и три на и со сплэшами гибрид на одну со сплэшами три на и на другую они в принципе похожи между собой ну и вот что получилось цветение я считаю неполноценное потому что растение недавно ко мне пришло и она процвела так как корни она дала я ей дала немножко процвести сейчас засниму да беру бутоны я все не понимала почему она настолько дорогая у поставщиков все таки ушки ушки вот эти вот широкие лепестки по краям сплэши ну очень красиво вот прям вообще тоже потрясающий сорт вот здесь у меня расцвела с колумбии мендели на люда маниану все берочку возьму вот это вот а вернее люда маниана на мендели сплэш сплэш при гибриде на типовую форму в основном теряется но что вот в этом цветке необычного интересный переход губы вот четкий цветочек как будто нарисовали кисточкой красивая мне понравился гибрид дальше что это у меня такое маленькое это трихопилия маргината с аквадора вот такие они у него расцветают далее далее тут мой еще один слоник котлея давиана на пурпурату от торпурея вот осталось пока два цветка один пчелки опылили ну это у меня часто в видео появляется ну вот здесь она более красноватая чем на видео вот вторые бутончики распускаются ну это уже наверное мое четвертое цветение поэтому она не так интересна тут тоже распустилась еще одна интересная вещь это гибрид двух природников эпидендрум селиари на диквияну тоже было интересно как же он будет распускаться ну начнем например с цветоноса цветонос выдал рост внутри был чехол чехол начал расти чехол из чехла еще 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 то есть чехол в чехле и потом начали сразу выходить бутоны цветочек цветочек то пахнет ночью а как он пахнет пахнет лимоном цитрусовый аромат именно ночью днем вообще не пахнет это настолько интересно когда заходишь ночью в теплицу и вот пахнет одно растение и пахнет на всю теплицу здесь вот губа вот именно у этого цветка более из ну имеет резаность губы интереснее здесь губа более сросшаяся ну такое такое интересное вообще классное растет очень хорошо посажен а что тут было здесь был мох я его не вытаскивала посадила аккуратно докинула крупной коры сверху мох и он у меня продолжил дальше расти главное не поливать в корневой ком вот этот просто поливать на кору и он достаточно возьмет сколько нужно уже корни новые все дальше то что у меня уже цвело в прошлом году магия рафаэля сми альбовая красавица так самое удивительное что она процвела после деления настолько вот гибрид классный тоже выдал рост бутон вернее чехол из него сразу полезли бутоны крупный красивый цветок но что у давиановских гибридах это не долговечность цветения если здесь можно увидеть котлея которые наверное уже в третье видео попадает сколько нужно больше двух месяцев цветет то это неделька две две недели ну потому что сейчас прохладней она под цветет ну вот такой вот обзор по цветущим красавицам вернусь к гольф грину она тоже у меня приехала в мхе вот как и все получают тоже вот маховой корм ком вернее обсыпала король и вот дальше то же самое я не поливаю вот в эту часть я поливаю просто на кору и будет и расти и цвести я вот у многих даже и на видео и читала что сейчас многие так делают и со временем несколько лет мне останется только то что в коре а зад я срежу и у меня будет счастье растение будет в коре оно у меня будет цвести и радовать все это время нежели погибнет а тут у меня сзади многие спросят это я морковки оставила на зимовку я срезала все листья всю корневую оставила морковки по как сло учит выращивать морковки потому что бутылки это хорошо но хорошо когда ты наращиваешь но когда они спят это вообще как бы не очень поэтому я вырезала все и весной я посажу и будут такие же жирные морковки как растут у сло тут у меня по моему штук 20 ну вот такое вот видео кому было интересно посмотреть послушать пока 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 пока